здравствуйте друзья мы на фестивале рекон и я рад приветствовать у нас в санкт-петербурге небезызвестного я даже сказал знаменитого в исторической реконструкции блогера комнатного рыцаря он же василий гурков василий спасибо что позвали на интервью я давно мечтал как раз засветиться на канале да давно мы хотели поговорить с василием все как-то не складывалось вот василий у меня сразу к тебе такой вопрос ты один из первых вообще в исторической реконструкции блогеров которые снимают именно про историческую реконструкцию и тут же сразу такой вот вопрос раньше ты говорил что с записи видео про историческую конструкцию заработать на ю тубе невозможно но сейчас сейчас насколько я знаю ты уволился с своей обычной нормальной условно нормальной работы потому что василий работал средневековым магазине реконструкторском хорошая работа лош entend Brian да и сейчас ты занимаешься только съемка видео зарабатываешь со съемки видео то есть получается все таки заработать реконструкторских видео возможно получается так ну на самом деле во первых начнем то что я не реконструктор я популяризатор движения исторической реконструкции движение исторические реконструкции совсем веще vemos что не будем забывать то что у меня контент он все-таки развлекательный. Я рассказывал, да, свой канал я начинал как хотел рассказать то, что я люблю, искренне люблю, но все-таки не будем забывать то, что канал у меня формата развлекательного. Прилично выглядящий дядечка, без мата говорит забавные штуки из школьной программы по истории и чуть-чуть больше. В том плане то, что со временем пришлось уйти из магазина, это по той причине то, что благодарность в первую очередь, это благодарность зрителей, материальная благодарность, без зрителей я никто, скажем так, начала полностью покрывать мои расходы, которые у меня покрывала работа в магазине Wargir. И просто так в итоге прошло, что как бы было принято достаточно тяжелое решение о том, что зачем мне тратить по 8-9 часов работы в магазине, если я просто смогу снимать больше контента и наверное больше зарабатывать. То, что я так считал раньше, я не видел в этом такой перспективы, что если снимать чисто про рекордс, то можно что-то делать. Тот же самый канал Townsend, который работает при парке исторической реконструкции о колониальной Америке, времен Фронтира, это уже ребята, которые буквально… В России? Нет, это не в России, это в Америке. В Америке. Они уже вошли, скажем так, на качестве, сидели на зарплате, хорошо снимали и как бы да, это является действительно популярным каналом о реконструкции времен Фронтира. То есть канал… В Америке они англоязычные, у них аудитория априори больше. И это канал, посвященный исключительно реконструкции. У меня, сам знаешь, на Сталин Орлевые игры, видеоигры мы там, не знаю… Мультижанровые. Да, мультижанровые. То есть люди приходят в первую очередь, то что «О, вот этот вот париёк, он меня меньше всего раздражает, мне нравится, что он делает». Вот. И как бы да, путём очень, скажем так, попсового популярного проекта, это в первую очередь как раз популяризация тех вещей, которые я люблю. «Историческая наука, историческая реконструкция», но это не чисто реконструкторский момент. Слушай, получается, что в данный момент съёмка видео приносит больше денег, чем твоя работа приносила тебе в магазине, если не секрет, сколько это примерно денег в год, именно ты зарабатываешь с создания видео про реконструкцию? Ой. Я… И в сравнении с тем, сколько ты зарабатывал в магазине? Ну, скажем так, в магазине я зарабатывал 30-40 тысяч в месяц. В месяц. Да, в месяц 30-40 тысяч. Для Москвы это немного. Очень немного, но самое главное то, что у меня было много возможностей, во-первых, я мог там ночевать, и я реально буквально там жил. Я жил, у меня была возможность закончить работу и идти пилить какой-то контент, за что я, Лёша, очень благодарен. Вот. А если брать так, если мы говорим о серьёзных цифрах, то в месяц благодарность моих драгоценнейших подписчиков от 30 до… ну, умножай на 10. До 300, да? Да. Ну, примерно так. Это бывает редко, но бывает. Я, на самом деле, из-за этого по ночам не спрю, потому что я считаю, что я… Если многое надонатили, то… Я считаю, что… Надо больше видео снять. Да. Надо больше видео снимать. Я считаю, что я это не заслужил. Я вообще этого порой не понимаю, но, видимо, просто кого-то это делает счастливее, за что, ребят, большое вам спасибо. Слушай, а тебе основной доход приносят донаты или рекламные интеграции, ещё что-то? Да. Я не беру почти никакие рекламные интеграции. Я зарёкся брать рекламные интеграции типа всяких там обучающих площадок, банков, геймерских кресел, там, ставки на спорт. Геншин Эмпак готов рекламировать, да. Я в него и поигрываю. А так, просто все интеграции, которые у меня есть, это в основном либо… ну и коллеги, типа там, неделя до игры, которые делают реактопластовые вещи, ребят, которые делают ролевые какие-то штуки, либо это просто мне подписчики «Былинный берег». «Былинный берег», опять-таки, да, большое спасибо. Вот что-то помнил. Ребят, приезжайте в шикарный фестиваль. Организаторы, интересно, кто это, дали мне очень важную роль, которой я очень активно готовлюсь. Так что, друзья, приезжайте на «Былинный берег», с большим удовольствием всех и каждого обниму, вижу. Вот, поговорим о прекрасном зелёном цвете. В прекрасном зелёном цвете. Да, Василий выступит в лектории «Былинного берега» и, соответственно, там встретится со своими поклонниками, в частности. Вот, ну, за что им большое спасибо. А так, в плане интеграции, то есть, я от многого очень отказываюсь, ну, чисто из принципа. Так что, мои основные интеграции, это, например, у меня вот недавно как раз подписчик, он сам ветеринар, ну, короче, хирург ветеринарии, но он делает офигенные фигурки из полимерной глины, просто очень красиво выглядят. И у него есть своя небольшая мастерская. То есть, это его хобби с дополнительным заработком, как бы, почему не рекламировать человека. Ну, и, естественно, ребята из движухи. То есть, интеграции меня не кормят вообще. То есть, в основном донаты? Да. Учитывая, что сейчас на ютубе практически нет монетизации? Да, монетизации нет. И, знаешь, интеграции, на самом деле, это большие деньги. Это реально большие деньги. Но, в принципе, есть принципы. Поэтому, знаешь, это только если, ну, совсем все плохо будет, и то голосование запустить, ребят, типа, простите ли вы меня, если я буду рекламировать майонез Макеев. Хотя, кстати, ничего плохого не будет. Я думаю, что в рекламе майонеза точно ничего плохого. Да, в рекламе майонеза. Так, мы только что прорекламировали майонез, да? Ну, если что, запикаешь. Надо будет. Да, да, да. Я не против, как бы, прорекламировать варгир, да, как коллег из москвы если вы в москве и не можете попасть в магазин секира находящийся в санкт-петербурге в наш магазин идите в магазин варгир тоже неплохое место вот в этом плане до исключительно донаты исключительно щедрость людей и у меня из этого восприятия моей работы такое то что мне мало донатит это не как говорится у них какие-то там проблемы или чё-то они там нищи уроды там вот примерно малость это значит что я мало плохо поработал это значит что я мало снял это значит что нужно исправлять а это значит вася что правильно просыпаемся пишем сценарий и пилим просто видео ребята им огромное спасибо в очень на самом деле многих ситуаций прям действительно выручали меня буквально пару дней назад сгорела плашка оперативы я из этого монтировать не могу все вот я просто я в шоке от этого я до сих пор считаю что я этого не заслужил вот из-за этого меня приходится в моим вот коллегам по каналу меня успокаивать вот ну еще плюс помимо этого я аж теперь работаю ведущим на канале минутная история за деньги да естественно деньги да за деньги да вот ну очень интересно получить добавляет еще до матвей кипнис просто называется человек с которым буквально пару раз общались и он будет подавать что-нибудь сделаем да конечно и он написал говорит 8 у нас тут проекту журнала фама посвященной истории говорит вот я других не знаю людей к канал прикольный там у вас много выпусков про историю не были с олегом двуреченским по поводу донского побоища отлично в общем я смотрел видео с новиковым у вас очень такое длинное и интересное про гнездово вот слушай а как вообще в целом у тебя пришла идея начать делать контент про реконструкцию для ютуба потому что как бы понятно что движение исторические конструкции она во первых довольно емко интересное во вторых довольно масштабные все-таки немало людей этим занимается и она заметна да то есть понятно естественно что рано или поздно появились блогеры которым которые этим начали бы заниматься да но как так вышло что ты стал одним из первых таких блогеров до тебя мотивирует 8 лет назад или где-то даже больше того да где-то даже больше я переехал в москву вот и у меня просто появилось чуть больше времени чуть больше денег где-то 2013 году до ты переехал из красноармейской подмосковье а вот чуть появилось чуть больше времени чуть больше денег и значит какая ситуация была я работал в музыкальном магазине то есть вот именно своей любовью урок музыка я продолжал заниматься но фактически на такой деятельности думал блин надо как-то новое ну типа вдохновение какое-то а я у меня тогда был очень большой перерыв соответственно от ролевых игр исторической реконструкции то есть пару лет а сам понимаешь за пару лет меняется и мода и уровень реконструкции меня еще все меняется а это тем более 13 14 года сейчас это уже не так быстро реконструкция все меняется но вот так ну и вы начали десятых как бы за год представление реконструкции уровень конструкции сильно меня тогда слово и sb зазвучало ну да 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 момент и в начале нулевых как произошло я искал клуб который ну скажем так находился бы рядом со мной и нашел на серой ветке то в москве было клуб тевтонский орден вот и соответственно как дальше я туда пришел у них были ребята наверное есть как бы свои принципы подхода к реконструкции тогда они на этот момент назвали реконструкции не чистый спорт sb вот я начал задавать вопросы почему нужно брать именно такую бригантина не вот это почему именно вот такая одежда так далее ну ответ примерно если можно дактовать не задавай глупых вопросов дело как мы сказали а у меня остались глупый вопрос я их очень люблю задавать это стало в итоге моя работа как видишь вот я начал ковыряться в интернете ходить там по форумам то есть это тоже форум и это соответственно это же форум перестал работать недавно ближе на дала эпоха тоже форму больше нет да в смысле там господи хвост проплатите нормально будет ну в данный момент у них вот это обидно вот это легенда вот тоже форум форума но различные ролевые паблики все остальное я начал собирать информацию думаю блин почему бы мне про это не рассказать то что я действительно люблю и занимаюсь с 14 лет или как бы почему бы и просто в один из дней поймал творческую творческий аутизм такой вот подумал что если я это не сделаю это не сделала никогда сидел до 4 утра выложил видео ну и думаю ну и хрен с ним на следующий день соответственно там на тот момент времени 40 тысяч просмотров и предложение от лёши ветра говорит слушай а давай ты для моего канала рекламу снимешь вот вы уже тогда начали типа а можно про это что-то да 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 и он так и он и камеру мне подарил на тот момент он реально сделал большой вклад в уверенность того то что это кому-то нужно я был очень сильно честно говоря мы сами посмотрели что прикольно человек расскажет про реконструкцию может быть нам тоже надо и как бы мы такие блины у нас столько дел магазин фестиваль были на мерик да постоянно выезды на ярмарке караном этим заниматься кто будет снимать кто будет это все монтировать благо потом ковид делать нечего ярмарок нет работать нельзя значит ну и что делать давай попробуем видео снимать благо ситуация меняется даже те же самые мастерские и прочее даже несмотря на то что них много заказов они понимают тебе нет в интернете тебя нет нигде вот потому что это должен быть сопутствующий контент меня очень некоторые люди очень любят ругать что мол типа а зачем мастерам заниматься тем чтобы как раз таки снимать видео отвлекаться от этого я говорю ребята сейчас все попрет и как видишь уже начинается вот если что моя студия в городе королев ребят приезжайте вам не надо тратить ни денег не время на оборудование за вас уже все потрачено это моя просто отдельная боль я этим каналом занимаюсь 8 лет и то есть люди которые занимаются исторической конструкции мастера соответственно сами реконструкторы если они могут рассказать что-то интересно могут бесплатно да у тебя поучаствовать да да вот это можно обращаться к василь да это абсолютно бесплатно потому что ребят проекта ребят как как я уже говорил я очень люблю историческую реконструкцию историческую науку и все остальное просто приходите рассказывайте как бы да я всем говорю я не историк у меня нет образования я не реконструктор потому что я криворокий я все купил вот и мне недостаточно а кстати вот смотри получается что ты и работал продавцом в реконструкторском магазине и в плане реконструкции тоже сам ничего не делаешь только заказываешь поезд готова то есть правильно ли как ты считаешь считать себя реконструктором если ты не делаешь ничего своими руками а только покупаешь готовы для того чтобы не раздражать определенных людей я теперь не называю себе реконструктором но мне как бы узнаете уже и все равно мне и косплеером неплохо знаешь небезызвестный мастер и он говорит вообще уже десятилетиями что я не реконструктор я просто делаю то что мне нравится если вы считаете то что я делаю реконструкции это ваше право а вот и сразу как бы вопросы все отпадают вопрос если человек сам себя не называет реконструктором я называю себя реконструктором да и я мало что делаю своими руками но как говорится кто не может платить деньгами до платить своим временем то есть одно одно дело когда человек мое мнение одно дело к человек прям хочет сделать что-то своими руками и поэтому делает это один вопрос человек не может купить и поэтому делает это другой вопрос она тоже хорошо и похвально если человек допустим не может тратить время но хочет заниматься реконструкцией и он может просто заказать себе необходимые вещи это третий путь и он тоже совершенно неплохой он абсолютно честный абсолютно честно если человек может просто купить его комплект будет правильный это хорошо вот тебе в развитии движения извини у меня я сразу к тебе вопрос что есть правильный комплект правил определяет правильность комплекта вот правильный комплект вакууми сферической это вещь абстрактная это вещи когда я олега знаешь который может бесконечно стремиться мы достигнуть ее невозможно. Невозможно, да. Потому что, ребят, есть такая вещь, как допуски, есть такая вещь, как мода в реконструкции. Друзья, элементы косплея есть даже здесь. Конечно. Как говорится, если вы пользуетесь болгаркой и пневмомолотом при изготовлении шлемов и листовой сталью, почему вы должны мне запрещать использовать машинку с имитацией ручного стежка? Ну, кстати, собственно, это никто и не запрещает, потому что машинка, которая делает шов, похожий на ручной, это довольно редкий инструмент. Обычные машинные швы, они не похожи на ручные оверлоки там всякие и так далее. В общем, ну, это как бы уже детали. Да, это уже детали. Смотри, такой вот у меня вопрос к тебе каверзный. Как ты похудел? А, это оказалось... И зачем? Во-первых, проблемы со здоровьем. Во-вторых, это оказалось достаточно легко. Вот, действительно, просто. Я перестал пить, ну, настолько, что я вообще не пью сейчас. Вообще не пью алкоголь. Да, да, вот уже почти в мае будет год абсолютно чистым. Вот. Это не пить, не есть быстрые углеводы. То есть, это сахар, хлеб, вот это вот все дела. Соответственно, не есть жирного. Каждый день 10 километров ходьбы. Именно километров? Километров. Да, каждый день именно 10 километров ходьбы. И я похудел на 32 килограмма. А спорт? А? Спорт. Бег там, я не знаю. Бег, слушай, много ты проходишь, соответственно. А по поводу спорта, ну, у меня есть гиря. Вот. Пудовка, двухпудовка. Мне этого предостаточно. Плюс у меня еще есть любимый клуб. То есть, ты следишь за питанием, не употребляешь алкоголь и активно двигаешься, занимаешься спортом. Ну, физкультурой, физкультурой, да. Самое главное, меньше жрать, больше двигаться. Секрет действительно прост. И, ну, и, соответственно, не бухайте ее, ребят, потому что это сахар, как бы, любой вот именно, даже тот же самый, какая-нибудь водка, но она аж бескалорийная, ребят. Она тоже, как бы, превращается в сахар. 200 килокалорий на 100 грамм водка, по-моему. Вот, вот. Очень такая вещь, как раз-таки. Ну, и что, проблемы со здоровьем, соответственно. Коленочка цикси, сердечко йока, я понял, что нет, не надо. Да, со скольки до скольки килограмм ты скинул? Со 100... Сейчас, со 130... Да, вот самая моя минималка до 88. Сейчас я вешу 95, и мне, в принципе, комфортно. Ну, это серьезный результат. Да ты что, не то слово. Мне холодно стало, как бы, когда это было. Появилась необходимость надевать свитера. Да, самое приятное ощущение, которое у меня было, это возможность завязать себе шнурки и не задыхаться. При этом... Или, в принципе, завязать. Да, да, да. Вот, это было просто невероятно. Хорошо. Как тебе фестиваль Рекон? Фестиваль Рекон прекрасен. Где мы находимся? Да, фестиваль Рекон прекрасен. Я здесь нахожусь именно по работе. Спасибо доблести веков. Я очень люблю организаторов подобных мероприятий. Я очень люблю организаторов именно ИСБ турниров. По той причине, что они первые, которые меня начали воспринимать как-то всерьез. Извини, от тусовки Реконструкторов, да и от некоторых ребят еще до того ИСБ, я буквально получал первые годы угрозы. Угрозы, типа, что ты делаешь? Да, ты кто такой, мальчик? О чем ты тут рассказываешь? Да, ты кто такой? О чем ты тут взял? Кто ты? Кто твои друзья? И что ты побеждал? Ну, все, 8 лет, ребят, прошло. Я могу про это рассказывать. Да, 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 да. Может быть, даже имена назвать. Нет, имена я называть не буду, потому что сейчас у нас с этими людьми уже давно все конфликты улажены. Как говорится, мы, может, и не любим друг друга именно. Меня не любят. Вот я вот слышал офигенную фразу вчера. Я твой контент не люблю, но ты реально круто продвигаешь движуху. Это самые ценные слова для меня. Любить не обязательно, да, потому что у всех свои вкусы. Но то, что Василий действительно популяризировал историческую реконструкцию и привлек много молодежи в реконструкцию... Клубами появлялись. Да, это действительно факт, потому что, может быть, кто-то это не замечает, но последние 10 лет в историческую реконструкцию молодежи, именно молодежи, стало приходить гораздо меньше, чем это было раньше. Знаешь, у меня, как говорится, может быть, нет крутого, прям четкого комплекта домотканного, все дела, вот, но зато у меня есть офигенная аппаратура, на которую я могу записывать настоящих реконструкторов и ученых. У которых все есть. Да, ученых, реконструкторов, ну, все, как бы, извини, как бы доктора наук, как бы, приходят ко мне в гости, и все. Ну, ты знай, просто вот этих людей переставай, как бы, на фестиваль приглашать, они за компотного зашкварились. Это, да, официальный термин. Все, есть, прям, это самое, такие, как бы, люди, которые говорят, что, ой, да он сходил, там, к компотному рыцарю, и все, я больше не буду его слушать. Не поверишь, есть, я сам. Ясно. Интересно. Да. Так, продолжим, про молодежь. Короче, комнатный рыцарь привлек огромное количество молодых людей в историческую реконструкцию. И многие этого не замечают, но последние 10 лет в историческую реконструкцию молодежи стало приходить гораздо меньше, средний возраст движения сильно повысился. И даже мы это по своему клубу видим, потому что, если за год приходят два новичка, которые остаются, это уже хорошо, как бы. А сейчас, именно последнее время, начали появляться люди, которые, благодаря именно каналу Комнатный рыцарь, приходят и говорят, такие вот, вот, я смотрел Комнатного рыцаря, хочу попробовать реконструкцию, вот, решил вступить в ваш клуб. И с этим сталкиваются практически все клубы по всей России. Узнали про реконструкцию от Василия. Нашли клуб, пришли, вступили. Вот. Василий, расскажи про свои планы на лето. Ну, конечно же, Блинный берег. К сожалению, на Фэнтези Фест... Я тоже поеду на Блинный берег. Да, к сожалению, на Фэнтези Фест не получается выехать, потому что буду на прекрасном фестивале Баурнвек. Вот. А так, ну, на самом деле, очень много работы. Очень надеюсь, что в мае получится поехать на Раббенфест в Республику Беларусь, потому что там жива Четернаха, моя любимая. Мы обязательно поедем всем клубом на Куликово поле, знакомиться с людьми, себя показать опять. На Куликово поле? Да. А раньше ты не был там, да? Не был на Куликовке. Вот. Хочется как раз-таки познакомиться с людьми, которые занимаются 14 веком. Вот. Из разных как раз-таки тоже, скажем так, регионов, которые их и делают. Очень познакомиться хочется. Возможно, съезжу на какую-нибудь ролевую игру, но вообще планов на самом деле очень много. Но в первую очередь это съемки, съемки, съемки. Большое количество именитых ученых, пригласить большое количество реконструкторов, которые будут рассказывать про свои клубы, про свои проекты. Ребят, студия, панк-студия Коробок 2.0, канал Компный Рыцарь. Ребят, приходите. Как я уже сказал, не надо тратиться ни на оборудование, ни на медийку, ни на что. Все уже потрачено за вас. Просто приходите, садитесь, рассказывайте, пейте чай. Хорошо. Спасибо за разговор. Тебе? Спасибо. Будете в Москве приезжать в студию? Будем, приедем. Спасибо большое.